Добрый вечер, мы продолжаем выпуск в студии Лунара Бепутинова. В начале коротко о главном. Три человека пострадали при взрыве на АЗС на востоке страны. Что стало причиной ЧП? Взятки свыше полумиллиона тенге. Сразу 15 пожарных судят за коррупцию в Костанае. Совершил тяжкие коррупционные уголовные правонарушения против собственности, против интереса государственной службы. Кто и на чем делал деньги в пожарных частях? Пустить на самокат. Новые ограничения для электротранспорта одобрили в Сенате. Откровенно скажу, сегодня технической такой возможности у полиции определять скорость при движении самоката практически нет. Зачем нужны правила, которые приняты, чтобы их нарушать? Очередное жуткое ЧП в Алматы. Мужчина покончил с собой в полицейской машине. Трагедия произошла в Житцузском районе. Стражи порядка задержали 43-летнего алматинца. Он подозревался в угоне авто у своей знакомой. В салоне автомобиля задержанный неожиданно совершил самоубийство. Каким образом стражи порядка пока не сообщают, детали не разглашаются в рамках расследования, известно только, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно заключению экспертизы, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства устанавливаются. Группу вымогателей задержали в Костанае. По данным полиции, парни в возрасте от 18 до 21 года удерживали свою жертву на съемной квартире. А еще вывозили за город, где избивали, пока пленник не отдал им 1 миллион деньги. Отребовали злоумышленники 6 миллионов. Досудебное расследование проводят сразу по двум статьям. Только за вымогательство подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям. 194-й, частью 3-й, вымогательство в крупном размере. И 126-й, частью 2-й, незаконное лишение свободы группы лиц по предварительному сговору Уголовного кодекса Республики Казахстан. Еще троих костанайцев задержали, но уже по подозрению в хищении полумиллиарда тенге. Деньги из госказны выделялись на развитие агропромышленного комплекса. Но в крестьянском хозяйстве придумали, как извлечь личную выгоду. Организаторы двое его подельников сдавали на перерабатывающий завод несуществующую сельхозпродукцию. За это получали субсидии, которые делили между собой. Сейчас все трое под арестом. Громкий судебный процесс начался в Костанайском суде Носкальге. Подсудимых сразу 15 пожарных. Главный фигурант уголовного дела – начальник управления кадровой политики департамента ПЧС региона. Бауржан Алимбаева обвиняют в мошенничестве и хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения неоднократно. Согласно материалам дела, он брал с подчиненных деньги за прохождение аттестации или за перевод на другую должность. Суммы от 30 тысяч до 150 тысяч тенге. В итоге служащий таким образом мог заработать до полумиллиона тенге, считает гособвинитель. Кроме Алимбаева по делу проходят еще 14 человек. Среди них несколько руководителей районных пожарных частей, а также рядовые спасатели. Их обвиняют в передаче взятки. Сейчас под арестом только Алимбаев. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Остальные под подпиской о невыезде. Противоправный используя свое служебное положение в корыстном цели, подставив перед собой цельные законы материального обогащения, умышленное состояние чужого имущества путем обмана, совершил тяжкие коррупционные уголовные правонарушения против собственности, против интереса государственной службы. Сразу пять секс-притонов ликвидировали в Алматы. Полицейские проверили увеселительные заведения, банные комплексы, сауны и гостиницы. Там и располагались салоны интим-бизнеса. Секс-услуги оказывали и в двух массажных салонах. Помимо этого, в ходе спецоперации пресекли попытку продажи новорожденного ребенка. Заведены уголовные дела. На содержание притонов организаторам может грозить до 5 лет тюрьмы, а за торговлю несовершеннолетнего до 9 лет. Стало основанием для регистрации уголовных дел по статье 309 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Оперативные и специальные мероприятия реализованы при координации прокуратуры города. Взрыв произошел на заправочной станции в городе Шаманайха, Восточного Казахстана. По предварительной версии ДЧС, у машины с топливом сорвался шланг и произошло возгорание. Огнем уничтожено 5 единиц техники. Экстренно к месту ЧП выехали пожарные расчеты. 5 машин и 12 человек личного состава. К этому моменту пожар уже полностью потушен, но серьезно пострадали 4 человека. Мужчина и женщина, кладовщик-кассир, получили ожог рук. Оператор АЗС и водитель машины-заправщика в тяжелом состоянии находятся в реанимации. У них также обширные ожоги. Сейчас в районную больницу выехали медики из Усть-Каменогорска, в том числе главный врач области. Мощный взрыв прогремел в одном из ресторанов Китая. Жертвами трагедии стали более 30 человек. После ЧП в Поднебесной проверят на безопасность все точки общепита. Расследование начато и после сильного взрыва в столице Франции. Там рухнуло и загорелось целое здание. Стражи порядка не называют причин. Тем временем около 40 человек получили ранения. О судьбе еще одного до сих пор неизвестно. Дана Ермак с подробностями. Сильный взрыв на севере-западе Китая. ЧП произошло в барбекю-ресторане в городе Инчуань. Причину назвали сразу утечка жиженого газа. 31 человек погиб, еще 7 ранены. Для расследования создана специальная группа. Председатель КНР Синдзимпинь поручил оказать всестороннюю помощь раненым и семьям погибших. Также после трагедии во всей Поднебесной пересмотрят технику безопасности в точках общепита. Несколькими часами ранее гигантский стол дымом возник над столицей Франции. В самом центре Парижа, в оживленном и старейшем Латинском квартале, взорвалось и рухнуло здание. Начался же этаж. Полиция эвакуировала жителей соседних домов и перекрыла район. Около 40 человек получили ранения. Четверо из них тяжелые. Еще двоих долго искали под завалами. Один по-прежнему числится пропавшим без вести. Видел, как там была женщина. У нее был порез на руке. Разбитое стекло упало ей на руку. Я действительно не знаю, как все это объяснить. Это страшно. По словам очевидцев, за несколько минут до ЧП на улице стоял резкий запах газа. Однако официальных заявлений о причинах взрыва пока нет. Я был на площади перед церковью Вальдеграсс. Я разговаривал по телефону. Внезапно я услышал сильный шум и обернулся назад, чтобы посмотреть. И увидел гигантский огненный шар высотой 20 или 30 метров. Прямо как в кино. От шума и масштаба взрыва я был по-настоящему в шоке. Он мне до сих пор звенит в ушах. Пламя тушили 270 пожарных. Им удалось предотвратить распространение огня. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку парижанам, пострадавшим при взрыве. Дана Ермак, Астана Таймс. Тем временем закон об электросамокатах направили на подпись президенту. Документ одобрили сенаторы, но с оговоркой, что вернуться к нему через полгода. Говорят, надо посмотреть, как он будет работать на деле. А точнее, на дорогах. Тем более, что даже в МВД пока нет понимания о контроле за водителями этого модного вида транспорта. Яна Гладкова разбиралась в тонкостях принятых поправок. Пожалуй, один из самых нашумевших законопроектов депутатов этого созыва направили на подпись президенту. Обсуждали документ долго и жарко в стенах Мажелиса. Были вопросы к нему и у сенаторов. В итоге пришли к выводу, что увидеть нормы необходимо не на бумаге, а на дороге. Нам было очень сложно принять правильное решение. У нас была даже опция. Мы хотели этот закон вернуть в Мажелис, для того, чтобы еще раз нам его прокачать, посмотреть. Но в конечном итоге, путем совещания, мы пришли к мнению, что нам нужно посмотреть право применения. Закон пока оставляет больше вопросов, чем дают ответы. Спикер палаты не исключил, что документ придется корректировать, а пока его примут в этом виде. Так, в закон о дорожном движении вводится понятие «малоэлектрическое транспортное средство» и «электрический самокат». Пользоваться им разрешено в застегнутом шлеме с 18 лет при наличии водительского удостоверения, а в темное время суток – со светоотражающим предметом. Максимальной конструктивной скоростью не более 25 км в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для водителей. В частности, водители электросамокатов двигаются по велодорожке в велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается их движение по правому краю проезжей части дороги. А по тротуарам разрешено ездить со скоростью 6 км в час. Правда, в МВД пока не знают, как будут ее контролировать. Пока это возможно только в случае ДТП. «Не буду скрывать, откровенно скажу, сегодня технической такой возможности у полиции определять скорость при движении самоката практически нет. Если какое-то дорожно-транспортное происшествие случится, у нас есть все технические возможности рассчитать его скорость согласно скольжению, пути торможения и так далее». За нарушение прописанных правил езды самокатчиков будут штрафовать на 5 МРП, а в случае ДТП наказывать наравне с водителями других транспортных средств. Яна Гладкова, Сама Туренбаев, Астана Таймс. Число неплательщиков алиментов растет в Уральске. Только за год в городе таких должников стало больше на 1200 человек. Они задолжали своим детям в общей сложности 800 миллионов тенге. Судебные исполнители перед ними практически бессильны. Не помогают ни аресты банковских карт, ни запреты на выезд за границу. Моя коллега Татьяна Рудаметова разбиралась в проблеме. Римма Буликбаева вот уже 10 лет не может найти управу на бывшего мужа. Именно столько лет мужчина не платит алименты. Он задолжал уже 3,5 миллиона в тенге. Экс-супруг проживает в Шемкенте. От отцовства не отказывается, но и давать деньги на ребенка не хочет, жалуется женщина. «Он не платит алименты, ни копейки не заплатил. Уже 10 лет ребенку уже на сегодняшний день 16 лет. Через год он уже заканчивает 11 класс. Мы его подали в розыск. Подали в розыск, это было 4 года назад. Но неужели нельзя найти человека по Казахстану? Сейчас в наш век, как говорится, 21 век». А Екатерину Агасиеву муж выселил с детьми из дома. Сыну 12 лет, но отец с ним не общается. Платит, но по минимуму, говорит женщина. И долг накопился почти в миллион тенге. Его карты заблокированы, выезд за пределы страны закрыт. Но это не помогает. Бывший супруг скрывает свои доходы, чтобы платить ребенку меньше. И работодатель идет ему навстречу, уверена Екатерина. «Сделал официальный оклад 35 тысяч, а 25% это 7700 алименты на ребенка. Что сейчас есть 7700 на ребенка? Это же вообще не деньги. Меня очень возмутило это, на каком основании наш закон позволяет должникам, алименщикам работать на полставки. Завтра он переведется на 0,25 ставки, что также законно по нашему законодательству. И будет платить 3,5 тысячи ребенку». Судебные исполнители таким историям не удивляются. Ежедневно к ним поступают по 10 судебных исков. И едва ли не каждая третья разведенная женщина говорит о том, что официально безработный экс-супруг на самом деле неплохо зарабатывает. Но вывести нечистых на руку мужей на чистую воду можно, если внести в закон изменения. Например, разрешить проверять работодатели, говорят судоисполнители. «К сожалению, на законодательном уровне заставить человека работать, как вы говорите, белой бухгалтерией невозможно, так как у нас законом предусмотрена минимальная заработная плата. Поэтому, да, есть такие категории людей, которые работают на минимальной заработной плате, имея высший доход. Но, к сожалению, проверить его на законодательном уровне это невозможно». Отмечу сейчас только в Уральске 10,5 тысячи должников по алиментам. За год их стало больше на 1200 человек. В общей сложности они задолжали своим детям 800 миллионов тенге. Свыше 2000 алименщиков находятся в розыске. Среди них есть как мужчины, так и женщины. Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабделов, Астана Таймс из Уральска. Споры из-за ремонта дороги между Акиматом и подрядчиком продолжаются в Павлодаре. Напомню, конфликт начался из-за улицы Катаева. Городские власти были недовольны качеством работы и отказались платить строителям. В первой инстанции суд признал подрядчика недобросовестным участником госзакупок. Строители подали апелляцию, которую в суде не удовлетворили. Моя коллега Раиса Моргунова подробнее. В прошлом году подрядчик из Астаны отремонтировал улицу Катаева в Павлодаре. Работы обошлись в 304 миллиона в тенге. Однако Акимат качеством остался недоволен и отказался платить компании. Начались судебные процессы. В одном из них подрядчик был признан недобросовестным участником госзакупок. Строители с этим решением Фемиды не согласились и подали апелляцию. Суд ее не удовлетворил. Решение специализированного вежея на кануле суда Павлодарского 22 марта 2023 года по данному делу оставить без изменения, апелляционную жалобу, без удовлетворения. Постановление неступает законно и все с момента его оглашения. Адвокат подрядчика считает решение Павлодарского областного суда несправедливым. Не бывает такое, что подрядчик, выполнив всю работу, мы подтвердили все материальные затраты, расходы в колоссальной большой сумме. Все документально подтвердили, при этом государство ни копейки не потратило, ни одного тина не вложило для того, чтобы просто хотя бы частично оплатить работу подрядчика и в этой ситуации полагать, что подрядчику не был причинен материальный ущерб. Но это чисто сейчас такая ситуация выглядит, когда просто кидают наших предпринимателей. А кидает не кто-то, а именно государство в лице Акимата города Павлодар. Представители Павлодарского Акимата, в свою очередь, не согласны с претензиями подрядчика о предвзятом к ним отношении. Они настаивают на том, что работы были выполнены некачественно. Работы подрядной организации, то партнерс реалти были выполнены некачественно. О чем были представлены протоколы испытаний. Вся нормативная документация, на основании которой они должны были выполнять свои работы, была перечислена. То есть выводы о том, что якобы отсутствует нормативно-техническая документация по текущему ремонту, в данном случае это неправильно, недостоверно. Решение суда первой инстанции является законным. К слову, сегодня состоялся еще один процесс, а именно о признании акта выполненных работ подрядчикам недействительным. Жалоба ЖКХ отозвана по собственному заявлению. Гражданское дело прекращено по решению суда. Это значит, что подписанный заказчикам акт выполненных работ, которые ранее хотели аннулировать, является действительным. Это привело в замешательство компанию-строителя. Как при таких обстоятельствах ее признали недобросовестным поставщиком? В связи с этим подрядчики намерены обратиться в Верховный суд. На необходимость качественной реализации двух нацпроектов «Комфортная школа» и модернизация сельского здравоохранения указал Касымжум Артукаев на заседании Высшего совета по реформам. В нем приняли участие члены правительства, а также руководители государственных органов. Говорили о развитии энергетической отрасли и эффективной тарифной политики. Глава государства поручил учесть результаты обсуждений при разработке национального плана развития Казахстана до 2029 года. 100 миллиардов тенге выделили на реализацию проекта «Аул Аманате», а это 17 тысяч микрокредитов для сельчан. Об этом рассказали на заседании Республиканского совета по вопросам аграрного сектора. Напомню, проект реализует партия «Аманат» в рамках программы «Повышение доходов населения», которую утвердил глава государства. Секретарь партии Эльдар Жумагазеев подчеркнул, что прежде чем распределить займы для животноводов, предстоит решить вопрос кормовой базы и достаточности пастбищных угодий. Основились и на мерах поддержки сельхозпроизводителей. Возьмем город Ленгер в Туркестанской области. Там работают более 2000 ИП. Люди производят и мед, и молоко, и мясо. Однако их товары в магазинах не принимают из-за отсутствия лицензий и других документов. И они все на базарах продают. Люди научились производить товары весьма достойного качества. Не только продукты питания, но и текстиль и прочее. Для жителей сел следует внедрить упрощенную выдачу сертификатов на произведенную продукцию. А вот магазины «Актубе» проверили на завышение цен на социально значимые товары. В рейд выехала мониторинговая группа комитета партийного контроля партии «Аманат». Они посмотрели стоимость 19 наименований продуктов. По словам партийцев, надбавка на них не должна превышать 15%. Нарушение выявили в первой же торговой точке. Мы проверяем, действительно ли не превышают. Вот как вы заметили, сейчас мы проверили. На 20 тенге превышены цены на макаронные изделия. То есть уже чуть больше, чем 15%. На овощи сезонные, там картофель, морковь, капуста. Не всегда имеются накладные в торговых точках. Подобные рейды проводят ежедневно. Специальные мониторинговые группы обходят по 10 магазинов в день. Кроме завышенных цен, отмечают, что нет накладных и ценников на товары. К слову, только за один день зафиксировано 5 нарушений. Сначала предприниматели предупреждают, но если замечания не устранены, штрафуют. Мелкий бизнес на 30 тысяч тенге. Для крупных торговых компаний наказание до миллиона тенге. Мы направили все такие цены по компетенцию в департамент торговли. То есть по выявлению они принимают соответствующие меры. То есть если первый раз, это получается предупреждение. Если повторно, уже налагается административный штраф. До 2027 года все жители Шимкента будут обеспечены питьевой водой. Об этом рассказали партийцы на презентации городской дорожной карты по исполнению предвыборной программы Аманат. В приоритете также обеспечение горожан качественной электроэнергией и природным газом. В планах еще создать 90 тысяч рабочих мест. Ожидается, что количество работающих в МСБ превысит 230 тысяч человек. В программе также молодежная безработица, которую намерены снизить до 3,2%. Чтобы реализовать дорожную карту, в Шимкенте не на 5 лет понадобится более 1 триллиона тенге. На 2023 год предусмотрены 159 миллиардов и 800 миллионов тенге. На 2024 – 186 миллиардов. Эти деньги есть. Это означает, что у каждого строящегося объекта, у каждого ремонтируемого предприятия есть средства. Это все есть в плане. Его лишь выполнять и смотреть за ним. Детскую игровую площадку за собственные средства установил депутат в поселке Жбек-Жола, что в Акмолинской области. Руслан Шамкенов говорит, местные жители много лет просили такое безопасное и интересное общественное пространство. Подробности у моей коллеги Дельнас Насекеновой. Эта игровая площадка в Жбек-Жола появилась в преддверии летних каникул радостьюным сельчанам на долгие годы. Качели, карусели, горки и футбольное поле обошлась Руслану Шамкенову в более чем 3 миллиона тенге. Депутат областного Маслихата уверен, детский смех дороже любых денег. Это была у меня цель, которую я себе год назад поставил. Именно здесь у нас в Жбек-Жолах не было централизованного детского игрового комплекса. Мы его месяц назад установили. Сейчас вечером сюда, если приедете, глаз не нарадуется. Столько детей, все шумят, играют. Это детский смех, это очень, сами знаете, это очень классное такое состояние. До появления площадки детвора играла, где придется, говорит Сандухаша Кутаева. Она живет в поселке более 20 лет. Говорит, ее дети так и выросли, без места для досуга. Зато теперь трое внуков каждый день могут играть и общаться со сверстниками. Безопасно и всегда знаешь, где дети, говорит сельчанка. Когда детской площадки не было, приходилось нам искать детишек. Ты где, в каком районе ходишь? Сейчас вот наши детишки бегают тут. Есть где провести досуг им. В будущем надеюсь, что инициативу нашего депутата поддержат другие меценаты. Руслан Шамкенов также за свой счет установил в районном центре Аршалы такую вывеску. Эта идея пришла ему в предвыборный период, когда кандидату-бизнесмену негде было записывать видеообращение. Теперь уже депутат преподнес жителям своего избирательного округа такой подарок. Более 100 самых мотивированных и одаренных сельских учеников наградили в Казахстане. Их определили по итогам Республиканской олимпиады Айканат. В ней приняли участие более 30 тысяч восьмиклассников, из которых более 800 прошли в финал. 120 олимпиадников получили возможность бесплатно учиться в школе Айканат. К примеру, из 10 районов Жамбулской области приехали 76 учеников. 11 из них стали лучшими из лучших. Эти 11 учеников будут год онлайн готовиться к поступлению в школу Айканат. В 10-11 классах они будут обучаться там бесплатно. А другие школьники из нашей области будут готовиться к ЕНТ в течение трех лет при поддержке этого фонда. Кроме того, на базе школы Айканат будут проходить летние, зимние подготовительные занятия, многочисленные соревнования, курсы и учебно-тренировочные сборы. Из-за того, что я Саула, я многое не знал, куда поступать, как поступать. А в школе Айканат проводилась хорошая ориентационная работа. У меня открылись глаза. Школа дала мне много возможностей. Корабль загорелся в акватории Ртыша в Усть-Каменогорске. Двигатель вышел из строя, и горящее судно врезалось в берег. От огня вспыхнула сухая трава, и пожар направился в сторону дачного поселка. К счастью, это не реальное происшествие, а сценарий для учения местных пожарных. Правда, условия были максимально приближены к реальным. Специалисты отмечают, что в регионе 2000 водоемов, речной транспорт старый, и возгорание на теплоходах и катерах, особенно в зонах отдыха, не редкость. Поэтому отработка спасения людей в таких ситуациях особенно актуальна. Тот алгоритм, который мы сегодня отрабатывали, помогает нам увидеть те моменты, на которые стоит обратить внимание, допустим, в труднодоступной местности. И, естественно, как помочь, допустим, пострадавшему экипажу, когда рядом нет никого. А вот уникальные модели боевых кораблей создает житель Петропавловска. В коллекции Юрия Романова 19 различных экспонатов самых известных судов. Над подготовкой каждого из них у автора уходит от одного до двух лет. Но результат превосходит все ожидания. Среди поклонников творчества судомоделиста как дети, так и взрослые. Моя коллега Анастасия Дроняк расскажет подробнее. Это радиоуправляемая модель тяжелого атомного ракетного крейсера военно-морского флота России «Петр Великий». Самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Он выполнял боевые задачи в Сирии, участвовал в подъеме атомохода «Курск». Для того, чтобы воссоздать точную копию судна, Петропавловцу Юрию Романову понадобилось около двух лет. Корпус из стеклопластика есть. Это делается баланка, стеклопластика, обтягивается, шкурится, и все краска. Покраска должна быть без подтеков, все ровно. Деталировка, орстекло. Когда жесть, где-то что-то выходит. Ну вот так вот. Винты паяные все. Аппаратура. Там стоит мотор. Аппаратура ставится здесь. Радиоуправляемая аппаратура выписываю из Китая. Заниматься судомоделированием Юрий Романов начал еще школьником. Подобные кружки в то время были при каждой станции юных техников и в домах пионеров. Дальше увлечение затянуло и превратилось в хобби. За полвека таких судов у мастера скопилось 19. Ну, мне нравится это. Потому что, когда сделаешь, а потом уже смотришь. Неужели это я сам сделал? Это рукотворный труд. Здесь надо терпение и усидчивость. Ну, прежде всего, надо знать чертежи, механику и электронику. Чертежи я беру в Санкт-Петербурге с архива. Модель сделанная 1 к 200. Это значит, что если здесь сразу увеличить, получается настоящий корабль. В коллекции судомоделистов в основном экспонаты времен русско-японской войны. Каждый со своей богатой историей. Есть здесь и эскадренные броненосцы Петропавловский, Сикисима. Также среди работы бронепалубный крейсер первого ранга Аскольд. И Боярин, броненосец Бородиной и князь Потемкин Таврический. Свои работы Юрий Романов нередко демонстрирует на различных выставках и соревнованиях. Экспонаты вызывают интерес не только у детей, но и взрослых. Ведь такая тонкая и точная работа навряд ли кого-то оставит равнодушным. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Петропавловск. А прямо сейчас на телеканале Астана серия Лусман. Новый эпизод о непростом этапе в жизни правителя-завоевателя. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова